Практика проведения встреч с горожанами непосредственно в тех микрорайонах, где они проживают, наверное, самый эффективный способ узнать о проблемах жителей, что называется, из первых уст, считает исполняющий обязанности главы администрации Харциско Александр Левченко. Очередную такую встречу он провел на трубной стороне. Встреча с жителями микрорайона Дружба была организована на улице Дружбы рядом с одноименным магазином. Вполне ожидаемо всеобщее нарекание вызвало вопрос о ремонте дорог. Александру Левченко тут же припомнили его обещания по поводу асфальтирования трубной стороны. Она заложена в планах, но финансирование в два раза меньше. Как мы ее должны сделать? Да, в прошлом году было финансирование, а почему-то не сделали. Ну, потому что тендерные процедуры, ума не хватило нормально сдавать документы у подрядчиков. Провели конкурс, скрыли документы, все, документы не соответствуют нормам. Начали проводить второй конкурс. Провели октябрь месяц, вместо хорошей погоды, то, что мы ожидали, было ниже нормы. Что, мы должны в грязь были деньги государственные закатать? Июль-августин театр. Это самые плодотворные месяцы. Мы запланировали на Харсиск 100 миллионов. Сколько дадут, я не знаю. Вот в этот квартал мы планировали 42 миллиона, дали 15 на большой Харсиск. И даже после того, как городоначальник, казалось бы, дал исчерпывающие ответы на все дорожные вопросы, горячая тема все равно продолжала муссироваться на встрече. Это дело чести для городской администрации и наших служб сделать так, чтобы здесь нормально можно было здесь. Аналогичную встречу с жителями микрорайона «Дружба» Александр Левченко проводил в прошлом году, 18 августа. Тогда в протокол были внесены 12 вопросов, 12 проблем. Вчера глава прошелся по каждому пункту и рассказал о проделанной работе. Так, на улице Лихолетова восстановлено наружное освещение. На улице Чехова удалось стабилизировать напряжение. Силами РЭСа выполнено переподключение линии электропередач к другому источнику питания. Напряжение нормализовалось. Есть сейчас нарекания по электроснабжению? Нет. Хорошо, слава Богу. Ну как бы, ладно, слава Богу, хорошо. Ну то есть ваше поручение, оно было выполнено. Не остались незамеченными мэром и нарекания харцизян на грубое обращение диспетчеров различных коммунальных служб. Те, которые сталкиваются постоянно в работе с гражданами, чтобы корректно вели себя, порядочно, ни в коем случае не хамили, четко доводили информацию до людей. Понимаете? Это мои требования как были, так и остались. Мы постоянно проводим под протокол. Люди расписываются, как они должны вести себя, что они должны делать, как информацию подавать. Доходчиво, внятно, культурно и вежливо. Неудовлетворенной оказалась просьба установить в микрорайоне детскую площадку. Пока нет средств на такой объект, объяснил глава города. Еще одна проблема последних лет – водоем «Дружба», который загрязнен уже, кажется, дальше некуда. По словам местных жителей, вода в канализации чище, чем в этом ставке. Дорогостоящие мероприятия по очистке пруда городу не по карману. Но вот разобраться в причинах, установить источник загрязнения и принять соответствующие меры, глава городадминистрации пообещал. Услышал Александр Левченко и просьбы о дополнительном вечернем рейсе на пятом маршруте. Сегодня последний автобус отправляется с трубной стороны в 18.10, когда в Садовом товариществе как раз дают техническую воду на полив. График движения пятерки необходимо подкорректировать, согласился городоначальник.